это где-то как трудно полуплотно снег войти особенно наносов таких нету поэтому очень сложно находить подходящие для иглу чтобы делать боку блоки ну вот такая вот ну вот ребята что получается вот такие вот видите как он здоровый и тут вот такая штука вот все что это после снегохода осталось а если в другом месте брать то блоки уже не получается а так вот такая штука первый блок по факту высота должна быть 45 у нас где-то она получается гораздо меньше и на 60 короче на 60 вот такая длина а толщиной вот вывезли один был где углубление сразу по низу провели вот а потом уже сверху начали подравнивать и он хорошо у нас формировался то есть это должна быть 45 ширина 30 и толщина вот это 30 а вот эта длина 3 блок вообще хорошо пошел у нас из подрезали сначала нижнюю кромку а потом бакарину и пилой оттуда отжали получается вот такие блоки разметили площадку видите везде снег два три два три метра и блок поставить ровно он видите отклупывается поэтому не стоит вверх все равно будет подрезаться поэтому неровно все и расставляем блоки вокруг этого периметра двухметрового ставим центр где у нас будет находиться это все вот и начинаем подрезать первый блок именно по центру вот так вертикал проводим вот с этой стороны видите полностью вот этот красе резали и он у нас вертикальный и смотрит на центр теперь начинаем обтесывать вот этот чтобы он подходил вот сюда вот к этой это вот к этой части смотреть видите она вот вот так идет и этот блок видите была вот направлена если у нас чтобы стенка поменьше было то мы можем сделать и поменьше вот сейчас вот эту часть всю полностью отрезаем отрезали все теперь этот блок продвигаем к этому получился вот такой стык вот так все выглядит это все потом подровняется подректуется если надо вот и смотрим наш вот эта линия направлена на нашу веточку ну вот это вот такое строение получается отходить и вот эти которые мы отпиливали вертикалы и осталось последний блок последний блок опять с этой стороны и с это подравлю из этого блока тоже у нас когда вот это ставите вырезаете вот вертикал бог должен стоять по периметру по радиусу по касательной к вашей окружности вашего иглу ну все теперь их тут вырезаем тут совмещаем как бы получается что первый ярус вот так выглядит давайте можно посчитать сколько блоков посчитать 3 3 3 11 блоков получилось у вот так вот так вот так вот первый ярус вокруг периметра смотрите снег сугроб протоптанный ну вот такая вот и снег видите многослойный что он должен выйти однослойный ну наши тайге не позволяет это после буран прошел вот тогда взяли такой снег ну пойдем от классического варианта у нас получилось и так по спирали она идет но мы сейчас вверх все чтобы было понятно как она строится и каждый потом будет применять к своему если будет строить иглу вот надо все сейчас просто выровняем можно было приспособиться из сразу начать строить и из такого момента но мы сейчас все полностью как бы пока горизонталь и верхушку выровняем ну вот что у нас получилось то есть мы пошли прокруу пилой все подрезали и теперь у нас вот эти кирпичики вот эти кирпичики остались лишними вот там видим да вот такой вот все эти кирпичики убираем сторону ну вот примерно должна получиться горизонталь вот полностью но тут у нас маленькая не состыковка но это и к лучшему нам нам этого и надо теперь тут где-то этом блоке отступаем одну треть две трети тут остается и проводим линию до вот того до середине периметра вот этого то есть раз два три четыре до пятого блока чтобы у нас получалось по спирали сейчас мы это прорежем у нас уже маленько получилось и еще углубляем это делать ну вот видим по спирали она поднимать поднимать и до периметра он того до следующего а тут остается как были теперь что делаем подрезаем каждый блок чтоб он смотрел вон ту точку наш шестик вот так по всему периметру ножовка сейчас пойдемте чтобы смотрел она уже тут смотрит у нас и полностью по периметру и касаясь тех 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 всех блоков вот мы прошлись полностью и у нас видите на кого сначала небольшой потом все больше 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 и он там вообще большой на ком он видите какие куски и тут получилось вот так вот ну наподобие что-то наподобие улитки получилось остаются материалов много материалов остается много ведь наподобие улицки чуть-чуть ждет посла пошла 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 посмотрим внимательно что с этого блока начали все больше 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 наклон потому что в центр направлены пила к основанию туда а тут-то все лучше получается и тут получилось вообще и вот наподобие улиточного этого домика первый блок который туда ляжет строго надо выравнивать чтобы он был прямой четко поэтому связали все лишнее ну вот строим теперь сильно через второй ряд и опять так же берем опять вниз по полностью выравниваем у этого блока а тут опять эту часть подрезаем вот и потом эту часть начинаем выравнивать и она должна направлена к центру нашей иглы вот ну так вот получается сейчас последний блок ставим все туда у нас как бы пол поднял подняты дырку будем чтобы уровень пола выше был и кислый газ выходил и как бы воздушный температура запорта создавался а тут час мы подровняем опять по центру так и ту и с этой стороны тоже вот такой сервис ну результат как видите будет по телам когда блоки нельзя одинаково толщины вырезать там будут вырезали они у нас стандартные никак не вырезается то ветки попадается то чуть еще не можем выдержать что по спирали подымались они и стандартные блоки и не получается не получается вот до такого только два ряда построили а дальше все гораздо сложное сложно потому что спираль пропала блоки у нас теперь дальше продолжение первый блок ставить подпорку уже надо получать вот такие вот делаются вот так и тут у нас условно-essSpeed и снижена вот я уже была всякая вот не просто допустить и племя на кресле и у нас düve-бегон и тут не более пяти 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 все теперь по стенке 45 значит вот эти уже берем вот эти вот эти вот и сделаем примерно 45 прорежем и сделаем по спирали подъемчик ну все делаем вот пошло получилось как видим улитка плоскость подравниваем что она была центру ну на точно определяться где центр будет откуда начинали не он должен не ниже то у вас будут комки заваливать если выше то она просто иглу уйдет вверх высоко-высоко ну вот промежуточный вариант получилось вот так эти вот так выходит говорят что кумак надо вставлять туда шурудить но мы чувствуем что у нас в их строение высокое для выживания а эти дыры все потом забьются а шметка фортука остается вот поэтому просто конструкции нашли и такую и все-таки выдерживаю то что у нас центру все идет вот вот это понятие и вот эту нитку удерживаем вот но центр заметьте может у вас сместиться поэтому больше полагаемся на интуицию придерживаясь так что где у нас центр интуитивно чувствую вот ну давайте строить дальше пока вот так все выглядит ну вот конструкция все выше и выше получается у нас эти сколько остается этих обрезков ну так как состояние у нас будет уже высокая не будет давать перелезть и можно будет перелезть но мы проделали ход прорыве нашу иглу заметьте уровень у нас выше насколько и тут получилось ниже когда вырезаете блок надо держать его вот так маленько под наклона потому что все равно там у вас на ком будет выбираться он а иначе у вас когда вы будете доставать блок будете заклинивать и для вылаживания у нас лада мы засовываем и блок выкорчевываем вот такая штука получается вот так хотите засунули и блок корчуем полностью глаз радует когда такие блоки получается ну вот видите мы сейчас вариант подходит уже к вершине можете посмотреть изнутри как вот так все выглядит можете посчитать блоков сколько вот такого я подходит финальному чтобы сверху легло крышка хороший блок получился сверху он уже у нас трапеции получается видите и он как бы расклинивает вот видим дать трапецию туда сюда вот так ну вот финальное завершение как бы прошло сюда теперь блоки такие у нас не требуется теперь надо как к другой способ искать вот такая вот постройка траншею закопали вот такую вот такую ну вот вверх эти шоу 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 да и вот так сейчас последнюю мы плиту под трапецию сделаем и положим вот так ну все остался последний блок вот из этого блока надо вырезать вот эти ну как видим все низко пошла пошла можно проследить так вот так по спирали она уходит ну конечно по-другому сделать заровнять кромки и положить блок прямо наверх вон туда вот ребят положили финальную эту вот и ножовка ее подгоняем по трапецию по трапецию вот так вот вверх получился вот такой вот таком вроде вот так получилось у нас под faculties нуότεром по трапецию юбкопо frost раз выдавESE буквально оно проследует как будто спинет ишена десятые девушки уб punter у нас примерно у нас выпущено так и Aaron Cade я Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Далее eres Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мороз и широкий мороз. Снег нормально. Вот мы залезли, о, отдыхаемся, чтобы не образовываться. На заднице не сидим, то простатит можно заполучить. А лучше положить ногу под себя, ногу под себя. ну вот так все у нас выглядит сейчас значит что мы сделаем с вами мы с вами должны заделать вот эти дыры вот и сначала мы заделаем их отсюда где где как возможно вот берем рынку снег закидываем все что получается затираем и такие же процедуры сделаем сверху потом вот отсюда все проконопатим проконопатим вот эти дырочки вот и потом начнем закидывать сверху если закидывать сверху то она пройдет пройдет вот сюда вон как вот видите там остается а тут получается щель а так можно тут перегородка и она будет сыпаться сюда вот отсюда все дырки вот эти заделываем замазываем полностью ну как бы еще общий вид это показать выход так получился вверх бок еще маленько так так стены у нас толстые кто знает теплотехнику чем толще стена тем труднее короче типу теплу в теплопроводность меньше вот сами понимаете выходить но вот эти стыки сейчас заделаем их ну давайте а в обратную полку пролезем как у нас будет он выглядеть это же тоже будет такое что мало ли куда надо выйти либо короче угарный углекислый газ образовывается если кто додумается еще хочу завести этот дымовое отравление ну вот все власти ребят полезли обратно а и не обхватывая слоя григорова, а также подлежащая грибову, а также подлежащая грибов, а также подлежащая грибы. Среди слоя грибов и тассы. все заделаем щели или замазывать берется снег и сначала получается что снизу снизу вверх вот так он сыпается вниз а так он может сыпаться и прямо туда к нам и завер ну так ребята разжим эту свечку мы используем как бы древние предания русский мосов там на соли они на жире на тюленем 0 на китовьем ставили ложки и у них все это обогревалась ну тут надо быть предельно осторожным потому что у нас два из фактора это углекислый газ углекислый газ он тяжелее воздуха в полтора раза вот и у стихает вниз поэтому мы делаем видите у нас вот получился ниже которые углекислый газ всему турбом спать образуется он уходит вниз углекислым газом можно отравиться вот это надо учитывать вот следующее это угарный газ угарный газ легче воздуха и подымается кверху к тому же он в смеси с воздухом взрыва опасен если он скопится и кто-нибудь проткнет сверху вот что может произойти взрыв и вся эта иглу разлетится ну достаточно два три вздоха короче и все вы теряете сознание поэтому не надо быть осторожными не надо быть героями и всегда это понимать что такое углекислый газ и угарный газ вот 23 вздоха потеряйте сознание и все и все и это все что останется после меня вот так это все так также дымовые газы образующиеся значит мы тут не можем использовать разводить костер без верха в чум в чуме всегда дырка была чтобы угарный газ и дымовые газы всегда отходили кверху у нас чтобы сохранить тепло мы этого и делаем и эскимосы этого наверное не предусматривали либо тут на ставить печку чтобы был выдув когда все погаснет синих у синенькая это угарный газ образуется по пламени вот тогда можно закрывать трубу вот но не используйте не не газовые горелки никакие и даже я бы сказал предельно надо быть осторожным со свечкой вот тем более финские свечи сюда заносить не надо все два три вздоха все сознание и не заметили как все уснули навсегда вот это надо знать так у нас тут получается видите вот тут пол вон тот выход ниже вот этого основания углекислый газ он тяжелее воздуха он выходит вниз а тут у а нам приток кислорода идет вот тем более как воздушном шале вот воздушный шарлетает Весь легкий теплый воздух удерживается нашей иглу. Чем меньше размеры, тем мы можем даже обогреть ее своим дыханием. Это надо понимать. Если большую построите, вы никогда не обогреете ее своим дыханием. У даже свечка и та не может обогреть. Вот я посмотрю, сколько тут. Не вижу. Может вам будет видно. Ну вот 18, как было. Видите, что свечка. Если, конечно, вверх, то вверху может быть и потеплее. Но будьте с такими сооружениями. И всегда всем у детей и всех предупреждайте, что есть такие, что угарный газ, углекислый газ. А есть такая вот угарного газа вещь, что, короче, вы в сознании находитесь, но обездвижили. То есть нас сейчас, хоп, парализовало, я не могу двигаться. Все понимаю, что мне придет уже, уже все, ко мне придет она. И надо уйти отсюда. Я в сознании, а двигаться-то не могу. И никто к вам на помощь не придет, если вы ходите один по тайге. Тоже вот это понимать надо. Так что костры, чай, тут не все это не рекомендуется. Вот в таких сооружениях дыглу делать в сугробах, это не рекомендуется. Вот. Ну тут, конечно, красиво у нас получилось. Излишки остались как бы вверх. Если сколько надо, я могу снять. Там, короче, ход сделать. Если надо сюда какую-нибудь дверцу, заглушку придумать. Вот видите, тут теплее. У меня штаны начали обсыхать. Вот. Потому что тепло, тепло, оно идет. Видите, пар идет от штанов. А на улице пойдет вот такой пар или нет. Вот видите, сохнет. И так же надо учитывать, что если тепло будет, у вас она может, чтобы штаны не были мокрыми, смотрите за этим. То есть подкладывайте пихтовых веток, наносите вот сюда, наложите. И тем более аромат пихты будет еще оздороваться будете. Так же, когда построили игру, рекомендуется ее развести побольше огня, чтобы, короче, вот эти все кромки, короче, она покрылась как бы корочкой. Но таять оно не будет, потому что снег много в себя впитывает и влагу лишнюю, поэтому в иглу сухо всегда. Видите, снег в себя впитывает лишнюю влагу. Вот. А потом, когда это все у вас, большой огонь убавили, все это корочкой покрылось, короче, и теплоизоляция лучше стала и крепче она стала. Ну, тогда все будет окей, тогда можно использовать уже просто свечку загружать или масляничные плошки ставить. Ну, реально сохнет, видите, вон она идет. Вот сейчас мы выйдем, выйдем, сейчас специально вылезу и посмотрим, пойдет ли у меня пар там или нет. Вот видите, сохнет. Вот она сохнет. Видно. Просыхает. Ну, почему просыхает? Если свечку взять, куда будет тут она? Нет, все вверх, все вверх. Ну, заметно, что тут стало теплее. По градусник лодка, он внизу стоит, он у нас. Ну, 18, ладно, давайте вылазить. Влазить. Ну, и пройдет, короче, 2-3 снегопада. Короче, и снегом все это накроется. И тут все щели вообще сами собой забьются. Ну, вот видите, пара нету, нету пара. И тут тоже 19 градусов, ну, 1 градус там поднялось. Ну, сколько там, 5 минут прошло, 5-10 минут. И тут вот такие мы используем сапоги тут притянули, чтобы у нас снег попадал. Ну, хорошо, да, не галуши, а ничего, ходишь, снег не попадает. Вот снежком мы забросали ее сверху. Также надо учитывать, чтобы никаких там механизмов, трактора не проезжали, не сравняли вас вместе с этим сугрубом. Если строите, отметки ставите, детям надо предупреждать, чтобы знали вы, где они что строят. А иначе может получиться так, что бульдозер может сравнять все. Так, смотрим на улице. Значит, у нас получилось 19 градусов на улице. Да, крупному человеку уже придется тут не пролезть. Придется на улице кантоваться. Ну, вот мы от свечи. Вот на таком уровне, вот потолок. Вот, и давайте посмотрим, сколько там градусов. Ну, вот, примерно 12, 12. А брюки, заметьте, как продолжали сохнуть. Так, тут и сохнут в иглу. Вот у иглу есть свои и опасности, и свои буран, мороз. Плюсы к выживанию. Да, зима, шапки снега, вон какие. Подойдешь, будешь проходить, и они те, хоп, и придает на голову. Вон, какая красота, тропа. Все начинается с одной снежинки. Видите, какие сугробы вырастают на ветках. А это у нас ольха. Вот, нагнулась она. Почки тоже целебные ее. Можно собирать, чай делать. Вот, видите, как они выглядят. Остроконечные пихты. Пихты и ели. Вон, кедр сразу видно по шапке вон. Попробую непроходимую. Вы попробуйте, пойдите тут. Вон, ветчик приходится сквозь ветки продираться. Сверху вон. Вот, и провалился. Ого! И опять. Да пиздарик. Если посмотреть, вот так. Красиво. Красиво! красиво. Теперь можно вентябрь на крыльян, не застреливая единица, при этом, сверху, проблевая печка, а в прекрасном порядке. Продолжение следует...